С нами на связи Ольга Курносова, российский политический аналитик. Здравствуйте. 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 Я знаю, вы смотрели с нами сюжет. Что думаете об этой ситуации с паспортами, с разрешением на выезд? На самом деле ситуация развивается уже достаточно давно, потому что первыми она коснулась сотрудников правоохранительных органов, которым принуждались давать свои паспорта в соответствующий отдел. Условный аналог первого отдела, который раньше существовал. И депутатов, которых тоже обязывались давать свои паспорта в соответствующее подразделение соответствующего совета. Но понятное дело, что депутаты не все это делали, правоохранители тоже, наверное, не все. Но сейчас, как мы видим, этот запрет становится все более и более тотальным, и это требование распространяется уже на всех госслужащих и практически на всех сотрудников госкорпорации. В качестве репрессий говорят об увольнениях. А могут не ограничиться только лишь увольнениями, да, и вот как-то еще давить на людей? Ну, на самом деле, все-таки, сегодняшняя экономическая ситуация в России ухудшается день ото дня. Поэтому увольнение уже достаточно серьезная такая угроза. Потому что после увольнения непонятно, куда потом идти работать. Потому что, по большому счету, только все то, что связано с государством, сегодня какие-то более-менее деньги имеет. Весь бизнес ухоживается постоянно. Поэтому, конечно, это достаточно такая серьезная угроза. И она, надо сказать, что еще делят страны на те, куда ездить можно, условно, и Дубай, или Турция, и на те, в которые нельзя ехать ни под каким видом. Это, безусловно, все те, которые входят в формат Рамштайн, ну, собственно, друзья Украины, и они же страны цивилизованного мира. Ну, если нет паспорта, то и Турции нет даже, и Эмиратов. Да, но это зависит, собственно, от категории служащих. Кому-то просто запрещают ехать не в ту страну, а кому-то отбирают паспорт. И, соответственно, для того, чтобы этот паспорт получить, нужно написать еще заявление на имя начальника. Они подумают, пускать или не пускать. И, соответственно, куда пускать и куда не пускать. Так что, пока еще до выездных вис не дошло. И, кстати, я немножко поправлю мне ваш сюжет. Все-таки нужно было не в КГБ обращаться, а райком рассматривал личное и персональное дело и давал согласие пускать. Можно ли, является ли человек твердым ленинцем, можно ли его пускать за границу? Фильм о Навальном получил Оскар. Вот в сети сейчас и радость, и критика по поводу этого решения киноакадемиков. Киноакадемиков припомнили, да, и высказывания Навального о Крыме, и то, что ни слова об Украине, о войне не было сказано со сцены его супругой, которая получала приз. Ну, это уже политический приз, да, нет сомнений. Хотя ранее там говорили, что далеки от политики. Как вы полагаете, что киноакадемия хотела сказать, вот присуждая эту награду фильму Навальный? Ну, я думаю, в первую очередь киноакадемия обратила внимание всего мира, что в России много политических заключенных. И, собственно, фильм Навальный, и он по большому счету об этом. Как современный российский режим преследует своих политических оппонентов. Другое дело, что, конечно, я сама сегодня у себя в Facebook и в Telegram писала о том, что, к сожалению, не услышала со сцены слов Юлии в поддержку Украины и украинцев. И сразу по реакции моих подписчиков поняла, что это такая достаточно болезненная тема. Есть еще один момент, который тоже немножко резанул всех тех, кто смотрели эту церемонию. Собственно, съемочная группа фильма, да, ну как-то не знаю. Мне, по крайней мере, показалось, что платья женской части, в том числе Юлии, могли бы быть более сдержанные. Мне кажется, что сейчас больше подходит черный. Вы красный цвет имеете в виду, да? Да и красный цвет, и там еще одна девушка была в таком зелененьком, веселеньком платьице. Мне кажется, черный цвет гораздо больше подходит. И там, в тех практически пыточным условиям, в которых содержится Алексей Навальный, ну и вообще в состоянии войны, в которой мы все пребываем. За две недели появилось очень много сообщений о колоссальных цифрах гибели российских военных, и причем самый значительный прирост погибших у ЧВК Вагнера. И вот это все-таки наибольшая потеря у нас несет Вагнер. И за все это время, я сейчас не могу найти цифры, за последние две недели, но называется, что цифра за последние две недели просто очень большая. Вот почему вот эти цифры растут, и как вы считаете, дойдут ли вот эти цифры до людей? Когда-то вот в беседах с экспертами, в том числе и российскими, мы говорили о том, какая цифра может все-таки всколыхнуть общество российское, и называли цифру в полмиллиона убитых. Как вы считаете, вот действительно ли должна цифра дойти до вот такой страшной, для того, чтобы люди поняли, что происходит? Ну, помните, когда все только начиналось, когда активно началась вербовка в ряды вагнеровцев заключенных, в российских эфирах прямо говорили, а кто вам более дорог, ваш сын или заключенный? Типа, ну и пускай идут и помирают, зато других не будут призывать. И вот этот совершенно такой махровый цинизм, который все время звучит из уст ура патриотов, в принципе, он во многом способствовал тому, что именно вагнеровцы являются ударной штурмовой силой. Потому что типа, а этих не жалко, чего там их жалеть. Другое дело, что и заключенные уже закончились, и вагнеровцы тоже заканчиваются. По большому счету, мне кажется, совершенно не случайно вот это странное высказывание Пригожина по поводу его политических перспектив. Я же думаю, все понимают, что когда он сказал, что я собираюсь баллотироваться президенты Украины, он имел в виду совершенно не Украину, а другую страну со столицей сегодня, по крайней мере, в городе Москве. Поэтому не случайно он пытается как-то максимально нарастить свой политический вес, потому что действительно и потери высокие, и обеспечение всякими необходимыми потребностями совсем не так, как при Суровике не обеспечиваются. А что нужно для того, чтобы россияне проснулись? Мне кажется, те, кто не спал, их не нужно будить. Они с самого первого момента понимали, что происходит, даже не с 24 февраля, многие понимали еще с 2014 года, и, собственно, антивоенное движение в России началось уже тогда. Те, кто не понимают, и те, кто готов идти за деньги, убивать украинцев, и не понимают, что за эти деньги, а может быть, даже без этих денег можно и самим погибнуть. Да, ну, я думаю, что их уже просто ничего не просветит. Что нужно для того, чтобы большинство россиян об этом задумалось? Ну, наверное, чтобы у каждого в семье, это, конечно, очень неприятно, но должен появиться хоть кто-то, там, родственник или знакомый, кто там погиб. Какая цифра для этого нужна, я не знаю. Но сейчас большинство россиян пытается психологически отградиться от войны, сделать вид, что ее вообще нет, что она где-то там далеко и меня не касается. Поэтому, когда она физически коснется примерно половину россиян, я думаю, что это вот эта стена, которую они выстраивают между собой и войной, и она будет сомна. Вот мы уже говорили с вами о Вагнере, да, и есть информация, во-первых, что ему уже запрещают фактически Пригожину вербовать в тюрьмах людей, а с другой стороны, они открывают вербовочные центры в России. Вот, и как выяснило издание «Тайга.Инфо», вот как минимум часть этих пунктов вербовки расположена в школах или в спортивных клубах, куда ходят дети. И, кстати, вот была информация о том, что открывают клубы под названием «Вагнеренок». Ну, тоже ничего удивительного нет, да, после открытия вот этого большого центра в Петербурге, в который приглашали не только взрослых, но и детей. И там ведут программы, в том числе и с детьми. Поэтому ничего удивительного в том, что они пытаются вербовать и детей, я не вижу. Другое дело, что по этому поводу должен был бы задуматься Кремль, в первую очередь, и о политических амбициях Пригожина, и о его медийных возможностях, и о том, что он активно начинает работать с детьми. Поэтому их это должно волновать очень сильно. Не понимаю, почему пока еще они на это реагируют, на мой взгляд, не так, как должны были бы реагировать. Если мы и пишем, что Евгений Пригожин добился поддержки от руководства Роснефти, от Сечина, таким образом он нашел возможность профинансировать деятельность своей ЧВК, об этом пишет издание, можем объяснить. Что за процесс начинается? Зачем Сечин вступает в игру? Хочет поддержать Пригожина, не знаю, дать какой-то новый толчок этой спецоперации? Или же это напоминает, может быть, какое-то такое, знаете, какое-то рейдерство, для того, чтобы прибрать к рукам эту ЧВК на случай российской смуты? Вот второе гораздо ближе, может быть, даже не рейдерство, а просто сотрудничество. Потому что транзит власти в России неизбежен. И он может начаться в любой момент. В любой момент, когда удастся каким-то образом Путина из Кремля выдернуть, как заносу. И для того, чтобы занять серьезную роль, играть в этом транзите, конечно, некое сотрудничество с Пригожиным очень даже может принести много очков. Поэтому Сечина этим и занимается. А Сечина это как раз очень такой ожидаемый ход. Ну, похоже на Сечина, это, да, вот как говорили, настоящий Игорь Иванович, да? Именно, именно. Сечина. Новые отряды, несмотря на то, что по военной специальности они артиллеристы. Знаете, что меня здесь поразило, что они ни слова не говорят о том, что нужно закончить войну. Да, они просят, чтобы их близких перевели в артиллерию и дали возможность, ну, спокойно убивать украинцев, получается. Ни слова о том, что войну нужно заканчивать. Ну, вот просто я даже не знаю, как это назвать, потому что для детского сада они слишком старые, да? То есть нужно уже как-то понимать, как устроен мир. И, собственно, достаточно посмотреть на то, как происходит эта война, чтобы понять. Никого, по большому счету, кроме штурмовиков, тех людей, которые будут своими телами покрывать землю для того, чтобы кто-то куда-то добежал, сегодня Министерству обороны не нужно. Все эти артиллеристы, собственно, у них есть, я думаю, что их потери они кое-как восполняют. А вот потери пехоты, потери штурмовых подразделений действительно просто колоссальны. И, конечно, именно туда и будут отправлять мобилизованных. А вы что хотели? Да, если вы хотите увидеть своих близких живыми, их просто нельзя отправлять на войну. И нужно уже перестать думать, что Путин вам поможет. Путин может вам помочь только в одном. Отправить вас всех на тот свет вместе с вашими близкими. В другом ни в чем он вам помочь не может. Так что, если вы хотите выжить, то, соответственно, прячьте своих близких и не пускайте их на войну. Знаете, вот вы сказали, как устроен мир, да, хотят показать. И на самом деле, как устроен мир, показали тоже и мобилизованное. Вот тоже видео было из, по-моему, Свердловской области мобилизованное, которые отказываются идти в бой. И говорят, вот обращаются к Путину, мы не хотим, потому что мы не экипированы правильно и так далее. Но мы помним такие обращения, которые были примерно месяц назад, да, я не помню точно из какого региона России, но после такого обращения их тут же отправили в бой, на передовую. Тут же отправили на штурм без всяческой поддержки, без оружия, и никто оттуда не вернулся. Вот, в принципе, как устроен вот здесь этот мир российский на этой войне, да, и чем заканчиваются вот такие челобитные царю. Но вот хотелось бы рассказать, чтобы с вами поговорить о том, что происходит в Пензе, да, там жители вот пригорода в истерике бегают от мэрии к прокуратуре, гражданской обороне и требуют рассказать им, где бомбоубежище. Если хочу процитировать, Украина начнет бомбить город. Люди встретились с прокурором и с мэрией города, и вот что им ответили. Давайте послушаем. 2 ноября у нас была встреча с администрацией и работниками ГОЧС, где было нам обещано, что проведется проверка, и срока до 31 декабря нам дадут данные по размещению людей, жителей, в случае чрезвычайных или военных действий. Люди, дети, взрослые, старики, они все должны четко знать, тем более такое время. А вы думаете, люди там думали, что у них такое будет? Никто не думал, никто не знал. Вот это вот обрушилось, и мы ждем, что как гром не грязь, мужик не крестится. Вы что? Вы о чем вообще? Я считаю, лучший вопрос. Почему вы ждете? Почему вы не озаботились о себе сами? А если вы не ждете, почему вы не ждете? А вы давно же все-таки делали, где оно делали? Для чего вы существуете, чтобы отчеты писать, что ли? Вы людей... Ни встреч больше нормальных не состоялось. Никакой информации нам администрация не дала. Распределение даже двух школ детей, куда повезут детей в случае бомбежки, потому что нарастает напряжение у нас. Но зато выпустили очень хорошую статью о срочном захоронении граждан. Чтобы города и определили места, и мало того, еще и практические цифры уже есть. Сколько должно, куда лечь. Вот это вот очень интересно. Это очень волнует нас, граждан. Мы, например, захороняться не хотим. Мы хотим все-таки укрыться. Знаете, куда лечь определяют, где спрятаться не определяют. Судя по всему, у них началась паника после ударов по аэродрому Энгельс. Ну и производство головок для наведения ракет тоже у них там недалеко находится. И чувствуют они, что, наверное, что-то может еще прилететь. Ну, надо... Я просто удивляюсь. Неужели у них нет людей, которые помнят старые советские анекдоты? Да, и хочу напомнить старые советские анекдоты. Вот что делать, если началась ядерная война? Найти простынь, накрыться простыней и поползти на ближайшее кладбище. Собственно, ничего другого, как мы видим, им администрация не предлагает. И тоже понятно почему. Потому что никаких бомбоубежищ нет. Все бомбоубежищ давно проданы под магазины, химчистки, склады и прочие вещи. Если в каком-то городе есть метро, то, наверное, скорее всего, метро может быть использовано как бомбоубежище. Но, соответственно, не только если оно глубокого залегания, как, например, в Петербурге. В Петербурге станций метро не так, чтобы много. Поэтому все до них точно не добегут. Поэтому надо, наконец, понимать, для того, чтобы запастись, нужно свергать Путина и другого способа просто нет. Иначе, действительно, может это быть все, что угодно. И, собственно, война, но на то и война, что каждый может погибнуть. Знаете, вот я помню, когда началась тема с бомбоубежищем. И, насколько я помню, у Москвены запросы там вообще отвечали, что это секретная информация, где находится бомбоубежище. А обычный человек не должен этого знать. Ну, действительно, зачем человек узнать? Потому что обычный человек должен выполнять все указания партии и правительства и не думать о собственной жизни. Потому что его жизнь принадлежит, собственно, родине в лице Владимира Владимировича Путина. Как он скажет, как захочет, так он использует жизнь. Соответственно, если вы считаете, что жизнь ваших родных принадлежит вам, сделайте что-нибудь для того, чтобы прекратить эту преступную войну. Ну, а здесь цинично предложили делать бомбоубежище самим. Причем указали где, да, и даже размеры полтора на два, судя по всему. Да, да, да. Знаете, в Вторую мировую войну, в тогдашнем Ленинграде, были еще районы, где не было асфальта. И там жители копали окопы. И, собственно, в этих окопках прятались от бомбежек. Ну, собственно, ищите места, есть сады, скверы, парки, копайте там окопы и туда бегите. Больше ничего вам не остается. И переходите жить в землянке, да. Правозащитный проект «Мемориал» признал активиста из Ленинградской области Дмитрия Скурихина, политзаключенным. Его обвиняют по двум уголовным делам о так называемой дискредитации российской армии. Вот этот человек, он регулярно размещает, вот не знаю, как сейчас уже размещает или нет, но размещал на своем магазине в поселке Русско-Высоцкой надписи с критикой действий российских властей. А власти действительно боятся этого человека, владельца провинциальной лавки? Или это просто такая вот показательная порка? Ну, вы знаете, во-первых, Дмитрий, он совершенно героический человек, многодетный отец. И действительно, он ничего не боится. И те плакаты, которые он вывешивал постоянно на своем магазине, даже не сами плакаты, я думаю, пугают власти, а то, что Дмитрий их не боится. Да, ведь самое главное, что сегодня может эту власть смести, когда люди перестанут их бояться. Поэтому задача властей запугать Дмитрия, посадить в тюрьму, сделать так, чтобы он перестал бороться. Поэтому спасибо мемориалу, я считаю, что Дима действительно человек совершенно героический и, конечно, он политический заключенный. И 10 марта пополнился реестр так называемых иностранных агентов. Вот в него вошли фонд «Свободная Бурятия», экономист Сергей Гуриев, бывший глава сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершинсон, оппозиционный политик Геннадий Гудков, а также Всемирный фонд природы. И вот в последнем собираются через суд добиваться отмены этого решения. Вообще, какой-то сюр даже, да, получается, Всемирный фонд природы. Дикой природы, он, по-моему, называется точно Всемирный фонд охраны дикой природы. Собственно, они много проектов финансировали в России, в том числе охрану редких животных, того самого Амурского тигра, с которым, помните, Путин там целовался. Почему он ему голову не отпустил? Ну, потому что маленький был. Просто голова Путина ему в пасть не влезла, а надо было бы. А да, и против многих проектов Роснефти они, кстати, воевали. И Газпрома, да. Да, и Газпрома с ними боролись. Но в тех местах, где в России еще сохранилась дикая природа, этот фонд достаточно активен был, например, в республике Алтай. И вот когда начали закручивать гайки, соответственно, запретили, например, учителям или директорам школ сотрудничать с этим фондом и проводить какие-то природоохранные проекты. Потому что в России, как это ни странно, еще сохраняются заповедники. И они тоже очень активно сотрудничали с фондом аграрно-дикой природы. Но все, больше этого не будет, потому что никакой дикой природы в России больше не останется. А дикие у нас только люди в Кремле. Знаете, как поет Земфира в своей новой песне «Мы научим тебя» тут плохое слово, которое не могу говорить по телевизору, «Родину любить». Да, вот она посвятила ее своему иноагентству, кстати. Да, да, да. Прекрасная песня. Все, кто ее не слушал, она называется «Родина». С таким очень интересным написанием этого слова. Рекомендую послушать. Сильная очень песня. И в начале клипа Рината Литвинова своим божественным голосом тщательно проговаривает все слова про иноагентство Земфиры. Тоже так цепляет. Ольга, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Всегда очень интересно с вами говорить. Всегда очень интересные факты вы приводите. Ольга Курносова, российский политический аналитик, был с нами на связи.